Пациент 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 Встает выбор оптимальной лечебной тактики в отношении этого пациента. Можно вопрос? А почему пациент застадированный как CT2B клинически? По данным МРТ мы имеем поражение одной доли. При пальцевом ректальном исследовании мы не определяем наличие пальпируемых участков. И по данным ПСА у нас не превышает 5 нг на мл, он вкладывается по критериям Домика в группу промежуточного риска. Я про другое. Почему не CT2A застадированный пациент? Маленький узелочек 6-7 мм в одной доле менее 50%. Чтобы времени не тянуть, я скажу, там 4 биоптата из 6 в одной доле положительные, более 50%, поэтому CT2B, а не CT2A. А как в Краснодаре будут лечить этого пациента? Вы за хирургию. Очень хорошо. 69. Петр Владиславович, вы нам позже ответите. Согласен. Алексей Сергеевич. 69, да, позволю себе напомнить. Будете вы оперировать или лучевую терапию предложить этому больному? Гормону лучевой терапии? Я нет, отправлю в Краснодар, там робот есть. Мы видели, какие результаты на роботе. У нас тоже. У вас же тоже робот есть. Да, у нас есть, но опыта пока мы набираем. Зачем? Пациент, видите, какой. Ирина Масаевна, а вы? Говорю с больным. Расскажу ему все плюсы и минусы каждого из методов лечения. Больной будет выбирать один из методов лечения. Понятно. Ну, у нас есть Сергей Владимирович, который нам сейчас будет рассказывать про, как они делают, как поступают при… Потому что на самом деле вопрос непростой. У пациента действительно можно выполнить хирургическое лечение, можно провести им гормонолочевую терапию. Ну, наверное, активное наблюдение, фокальная терапия для больных промежуточным риском. Брахитерапию можно рассматривать, да, вы правы. В нашей клинике мы предложили пациенту хирургическое лечение. В октябре 2023 года мы выполнили пациенту роботосистированную простатоктомию, стазовой лимфоаденоктомии. И обратите внимание на результаты гистологического исследования. У пациента была верифицирована ацинарная аденокарцинома, 7 баллов по глиссену. Но уже хочу обратить внимание аудитории на том, что произошел апгрейд стадии до третьей прогностической группы. И из 25 удаленных лимфатических узлов у пациента в одном из них выявлено наличие метастазов. И произошло изменение по местной стадии процесса. Таким образом, заключительный клинический диагноз звучит как рак предстоятельной железы, патоморфологический Т3А, Н1, М0, стадия заболевания 4, глиссен 7, 4, плюс 3. И пациенту выполнено хирургическое лечение. В настоящее время за пациентом продолжается динамическое наблюдение. Резидуальный ПСА составил одну тысячную. ПСА, контрольный через три месяца, вы видите, также имеет нулевые значения. Пациент отмечает полное удержание мочи и урологические прокладки не использует. В заключение хотелось бы отметить, возможно, кому-то наш представленный клинический пример покажется тривиальным. Но мы уверены, что каждый практикующий онкоролог видит этих пациентов неоднократно и встречает их довольно часто в своей практике. И перед каждым из нас дает выбор, какой все-таки оптимальный метод этим пациентам предлагать. Мы видим, что до сих пор у нас даже нет единого мнения в аудитории между хирургами и радиологами. Коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание, что несмотря на то, что, с одной стороны, перед нами пациент возрастной с коморбидным статусом и, казалось бы, промежуточного риска прогрессирования, После проведенного хирургического лечения мы не должны забывать о изменении стадии заболевания и изменении градации по глиссену, о которой сегодня говорилось неоднократно как для пациентов низкой группы риска, так и для пациентов промежуточной группы риска. И мы считаем, что у таких пациентов хирургическое лечение может быть рассмотрено как вариант возможного лечения. И такую тактику мы можем предлагать пациентам, несмотря на их возраст и коморбидность. Благодарю за внимание. Спасибо, Екатерина Владимировна. Ну, как мы уже поняли, что мы тоже, как Сергей Владимирович, решили, что не будем отдавать радиологам, прооперируем этого пациента. И в то же время я согласен, что действительно эти больные могут, как может быть проведена, как гормонолочевая, так и хирургическое лечение. Но мы вот в нашей, скажем так, клинике придерживаемся, скажем так, того пути, что оцениваем, конечно, сопутствующую патологию и стараемся ценить, ожидаем продолжение жизни. И в этом нам помогают наши кардиологи. И здесь... Субтитры создавал DimaTorzok